здорово всем друзья приехал вчера на думал уже все что на погрузку же вечером по темноте встал сюда на стояночку и это самое сегодня получается думал как бы ну где-то здесь у нас загрузка но она где-то здесь здесь у нас получается короче находится зона под пошел подошел ко мне человек форме и говорит вы что вам привезли игру нет я говорю вам точно ничего не привез и игру мебельный цех загружаться в игре ну это где-то рядом все созвонился с человечком и вот видите после вот этого перехода с левой стороны я так понял это зона идет за ней вот переход и там где-то дальше через 200 метров короче сказали находится цех мебельный то бишь то бишь короче в принципе то приехал я туда правильно так что сейчас как бы надо выехать и в ту сторону проехать там уже они меня горят ждут так что потихонечку буду двигаться остальное все увидите как обычно все качаю воздух и поехал завелся кстати печально автономка работает фен даже сейчас всю ночь работала на улицу у нас 0 плюс 1 и не знаю аккумуляторы просевшие давно я не ездил месяц то что машина стояла хотя ну должны были зарядиться за такой порядок дороги но не знаю почему и завелся я очень печально прям вот прям на тяжечку поэтому что-то надо думать с аккумуляторами она поехали все прибыл я на загрузку территория здесь маленькая стал под дебаркадер сейчас будет грузить дальше поснимаем вот так загрузили мне мебель стянул и стяжку проверить так здесь крепко поделать она главное ну и так никуда не денется лучше вот ее связать вот а помните я здесь грузился сейчас вот опять будем здесь грузится в общем остальное все засниму так вот ребят так господа приехал на вторую загрузку нашли мне вторую загрузку по тоже какая-то мебель если вы помните грузился я уже приехал сюда это у нас мебельный цех получается тмк техна мебель тнк техна мебель ребята сейчас грузят камаз 5 тонечек вот сказали после него будут грузить меня то есть здесь в принципе вообще близко по расстоянию я была соликамской 250 в это 200 200 сейчас я вам скажу я это 287 в в там в здесь б короче запутался в общем загружаю 2 с лишним тонны по ценнику везем все в екат за тот у нас груз был 8 рублей за этот у нас пятерка получается и того 13 тысяч принципе не много не мало с катя догрузимся будет нормально зато наличка сразу в руки потому что денег нету все деньги в машине все вот вот они здесь прям вот поэтому надо работать пока за наличку чтобы как говорится были деньги потом на безнал так что покажу как загрузили сейчас подъеду также будут грузить и покажу вам так что сейчас через секундочку вы уже ям я через час через два часа силы до вы уже буквально через секундочку на себя смотрим вот так ребята меня загрузили тоже мебель все я получил документы и выезжая вот эта территория выезжаем города перьям прямо у нас киров екатеринбург казань на восточном обходе и спокойненько выезжая на трассу время и 3 часа можно спокойно ехать двигаться без всяких пробок я думаю всяких разных так что нормально становился ребята на стояночки это суксунская гора перед постом как на катю так и вот хотел 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 набрать воды вымыватель здесь есть вода пойду еще поужинаю сейчас проверим воду есть некуда да супер есть с жальем помыватель так как кончилось у меня вода там ну и все пойдем и покушаем такая пустая стоянка ребята всем снова привет господи выгружаться надо я только проснулся том ничего присылал вот и и и и и могу поздравить себя сегодня с днем рождением вспомнилось мне сегодня 26 славных лет славных 26 и отмечаю суде рождения я как видите в рейсе поэтому стою вчера приехал вот аппарат на 5 а мне надо вообще аппаратная 3 ну я думаю что я куда-то правильно приехал и я тут найду свой свою выгрузку сейчас позволью так вот ребята 2 секунды так заправлю постель 2 секундочки так все постель готова я готов сейчас попью чаю надо прогреть машину в общем поехали 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 10 7 7 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 безды спел на работу приехал здесь пару метров буквально крутанулся на соседнюю базу и вот видите стоит man свеженький man с рифом выгружает сейчас мебель сейчас там у него буквально пару сотен и сказали потом я заеду и пока вот решил попить чайку мури с черной смородиной и рассказать вам такую вещь если вот вы хотите где рождение то либо там свое друга то подруги жены там детей не знаю отметить дома в кругу своем домашнем семейном то либо у вас там я не знаю самого день рождения может новый год праздник какой-то вот нахрен нахрен сразу в рейс отменяйте вот просто если вот у вас это возможно отменяйте рейс пусть иначе вы не попадете домой ну никак это редкий случай очень редкий когда можно приехать домой вовремя там да это вообще капец я работал на газелях помню я поэтому екатеринбургу кружил завертелся да и не только по екатеринбургу что вы хотите сказать я отмечал свой день рождения до на машине до день классный хорошая погода конечно сегодня не радует но тем не менее тем не менее тем не менее тем не менее так дальше попить надо чая чай кончики остались вот попью чаю с пончиками подъеду выгружусь поеду дальше выгружаться но и в таком духе настроение у меня сегодня хорошая мне пока что пока она еще не испортилась но все возможно в этом мире как говорится не без бед так что надо сегодня отработать надо выгрузиться загрузиться чем-то чем загрузиться даже не знаю и ехать уже домой непосредственно может быть к вечеру буду дома ну а там и выходные может быть мало-мальски зацеплю уже дома этот момент вот так вот ребята бывает дальнобой такой нелегкий труд то у нас вот думать и кто не был то в дальнобой думаете просто и легко ну нифига не просто нелегко к этому привыкать кто-то к этому не может привыкнуть кто-то привыкает к этому сразу как я да допустим не знаю я привык к этому делу сразу я знал на что я иду во сколько мне придется постоянно вставать не досыпать все такое остальное поэтому меня устраивает ребят меня устраивает такая правда не постоянная жизнь но тем не менее к чему-то надо стремиться вот есть мечты к чему надо стремиться в общем я пью чай а вы смотрите дальше так все ребят выгрузили меня на первой точке сейчас доехал опять на это аппаратной 3 здесь офис получил деньги за этот груз шестичном обещали все сейчас еду на вторую все очень быстро некогда тормозить потому что надо еще грузиться едем дальше в общем ребята ситуация такая стоим с дафом казахстанским вот да короче мою мебель пернскую сейчас надо перегрузить перегрузить с дафа это долгая история потом я расскажу в общем сейчас будем искать место где будем это делать это ужас вообще день неудачный ребята в общем ребята встали мы на нейтральной территории будем сейчас перегружать так вот это бы дело выглядеть вот так вот ребята игры грузит мебель моя вот казаха вот так что все весело у нас оказывается все ребят перегрузили отъехал я да стоит казаха идем в гости в общем ребят до груза нет только . знакомого товарища поэтому сейчас вместе с казахом выезжаем на выезд и вместе пилим короче до челябинска вот так вот где рождение оказалось зато домой приеду завтра отпраздную а может вы даже и сядет так что смотрите обязательно ребята заезжаю наехал нормально без всяких блин вроде бы происшествий и в общем лечу спешу домой груза нету и что хотел сказать и чё я хотел рассказать вам ребята по поводу почему мы перегружали груз это потому что перми дама которая на меня загрузили вот дома там диспетчер или кто она я не знаю она короче сказала что буду я перегружаться вот казаху на фуру что будут там кто-то грузчики или кто и то бишь я просто помогу выгрузить под это я подписался за 500 рублей ребят ну как бы думаю ну ладно вам помочь помочь ничего принципе не перегружать на самому и приехав туда на территорию казах видите в чем он не знал короче что это да груз будет который я ему вез он уже уехал с этого завода у вас этой фабрики короче и получилось так что он уехал я ему звоню он обратно возвращается я туда приезжаю вот грузчиков нет я бежал всю эту там короче местность вот пятница всем надо грузить грузчиков фуры поэтому ни с кем я не договорился вот и по времени вроде как хотелось все быстрее ну и в итоге короче позвонили казаху уже заказчики кому он вез и накинули ему денег и мы вроде как начали вместе перегружать ну и вот такая вот ребята ситуация повышала что там нифига и ну на самом деле выгружать это немало две тонны 20 кубов этих диванов они видели они в салфане они скользкие огромные просто неудобно брать руки скользят вот поэтому короче мы надорвались конкретно с казахом казах нормальный паренек вообще тебе просто привет увожу респект уважуха если ты смотришь это видео так как у нас получилось но добавили мне в общем тысячу рублей за полторы за полторы тысячи как бы моя была работа перегрузить плюс сколько восемь тысяч за перевозку ну и в итоге то у нас получилось по по деньгам в общей сложности сейчас быстро я сориентируюсь туда я уехал за 18 обратно я вернулся так что у нас получается 9 500 9 500 и 5 тысяч 14 500 так сейчас надо гниться солярку все это посчитать и так что у нас получается 9 14 500 плюс 18 это у нас получается 32 500 общей у нас получился круг да ну бочку я не буду там прикручивать . знакомому поэтому так там я за нее как бы деньги не беру и это самое получается 32 500 я думаю солярка у меня почти пол бака было потом я заправился на 4 500 4 500 плюс 1700 700 6 200 и еще заправился получается 3 200 и полторы еще после вот на обратном пути мне сдали полкинечка на лукойле получая получилось 6 200 ну грубо говоря и там сотка 3 ну 10 тысяч горючка 10 тысяч горючка и 32 500 вот сами считайте сколько я заработал за минус да там минус чем у меня получается кафе кафе да там столовый кафе вот это вот вся ерунда вот поэтому как бы ну что заработал то заработал машина провела себя в рейсе нормально вот как бы ну был не привык я конечно к ней после спустя месяц то да вот туда-сюда бардак сейчас такой то и все короче ну ладно это разберемся остальное принципе все отлично все нормально так что ребят наверно это видео будет уже заканчиваться дальше в следующем видео я вам а дыметь кстати да дыметь она перестала практически полностью и возможно что надо вызвать возможно что у меня турбина подплевывает масло из-за этого она еще подымливает ну и может не обгорел там интеркулер там вся фигня потому что там уже было маслице вот я это ничего не мыл не трогал вот поэтому все как бы нормально дальше будем ездить будем тестить прошла машина в рейсе у нас сколько 1300 где-то до 1400 может максимум до грубо говоря вот ну и все остальное это я думаю это прикаталась прикаталась еще и прикатается в следующий раз так что время 10 часов я в Челябинске уже все четко так что еду отдыхать отмечать день рождения ставлю машину и еду отмечать надеюсь день рождения вот поэтому ну все ребят обязательно подписывайтесь на канал ставьте пальцы вот так вот сверху нажимайте на палец вот обязательно комментарии конечно как же без них без комментариев то это вообще никак комментируйте видео ну а я поехал отдыхать так что мне еще раз с днем рождения вам всем удачи обязательно подписывайтесь на канал и пока